В этот день, 7 октября, Ратилис, Григорий Елисеев – основатель знаменитой династии предпринимателей. Его фамилией был назван знаменитый гастроном в Москве. Михаил Дроздовский – белый генерал. В честь него назван один из именных полков, потом дивизия Белой армии. В этот день, 7 октября 1604 года, завершено строительство Томского острога. Этот день считается датой основания города. 7 октября 1776 года наследник русского престола Павел, будущий император, женился на принцессе Вюртемберской после принятия православия, ставшей Марией Федоровной. 7 октября 1931 года была закончена кладка первой Домны на заводе-гиганте в Магнитогорске. 7 октября 1935 года из состава флота выведена подлодка Краб – первый в мире подводно-минный заградитель. Подлинный взрыв солдатской находчивости случился в Порт-Артуре. В 1904 году здесь решалась судьба русско-японской войны. Эта дальневосточная крепость была в плотном кольце, превосходящей числом врагов, и вот из того, что было под рукой, русские воины стали изобретать новые виды вооружений. Так впервые в мире появился миномет, какие-то невероятные шаровые мины и Порт-Артурский пулемет из связок винтовок. А инженер-железнодорожник Михаил Налетов в осажденном приморском городе стал строить судно совершенно новой конструкции и предназначения. Вот как он об этом вспоминал. Первая мысль вооружить минами заграждения подводную лодку пришла мне в голову в день гибели броненосца Петропавловск, взрывавшегося на японской имени. Взрыв еще раз показал силу минного оружия и окончательно укрепил во мне мысль о необходимости создания нового типа боевого корабля – подводного минного загранителя. Такой корабль решал задачу постановки мин у неприятельских берегов и тогда, когда мы морем не владели. Налетов успел собрать корпус подлодки будущего. Для нее нашелся и командир – неординарный Борис Вилькицкий, который десятилетия спустя в Арктике совершит последнее большое географическое открытие – архиполага «Северная земля». Но, увы, лишь немного не успеют закончить они работу, порт Артур пал, а подлодку взорвали. Однако идея ПМЗ подводного минного заграждителя с этим не погибла. И правда, посвоена она была гениальна. Установка мин в море показала себя с лучшей стороны, минные поля помогали тягаться с флотами самых мощных мировых держав. А если еще их ставить скрытно, из-под воды? После Японской войны Налетов произвел расчеты. 50 минных подводных заградителей в 300 тонн каждый вполне смогут ежемесячно поставить от 3 до 5 тысяч мин. А это вызовет полнейшую остановку морской жизни страны, без которой Англия, да и Япония долго не просуществуют. На Черном море, на верфи в Николаеве Налетов стал собирать этот совершенно новый уникальный подводный корабль. Проект нашел живой отклик в морском министерстве, которое выделило на него сначала 1,3 миллиона рублей, а потом 1,7. Морские чиновники и флотоводцы понимали всю уникальность проекта, поэтому отдельно указали, что желательно продолжить постройку этого опытного судна, даже и в том случае, если бы оказалось, что на строящемся заградителе и не удается вполне выполнить все указанные в контракте условия. Несколько лет продолжались проектные работы, окончательный вариант был четвертым по счету, несколько лет его реализовывали в металле. Получившаяся субмарина сошла на воду в августе 1912 года и получила название Краб. Она была не лишена недостатков, уж очень передовой была техника, и надо ли говорить, что ничего подобного в мире никто еще не делал. В 1915 году Краб уже использовался в войне против Турции в Первой мировой, а в то время в Германии лишь приступили к реализации чего-то похожего. И летом 1915 года Краб успешно перекрыл своими минами проход в проливе Босфор, совершил еще несколько операций, и в то же время на Балтике начали строительство его собратьев, названных Йорш и Форель. Краб, этот плод редкой инженерной находчивости, постиг грустный конец. В конце Первой мировой он был захвачен англичанами, и они затопили судно неподалеку от Севастополя. В 1935 году Краб был найден и поднят на поверхность. Необрадованный Налютов уже писал предложение по воскрешению своего детища, но это сочли нецелесообразным. Первый в мире подводный загородитель был распилен на металл.